Всем привет, ребят! Мы сегодня с вами посетим наш любимый магазин кожи и меха И нам сегодня расскажут, как выбрать самую лучшую кожаную куртку, шубу, на что стоит обращать внимание Как обманывают, собственно, продавцы кожи и меха В общем, посмотрев этот выпуск, вы будете знать все, как выбрать вам куртку и шубу Также мы потом с вами отправимся на производство, потому что у этого магазина свое производство И посмотрим, как это все дело производят, начиная от выделки и заканчивая пошивом Будет очень интересное путешествие, сейчас мы находимся в Чамьево, это недалеко от Кемера Потом поедем в город Измир, потом поедем в город Ушак Также у ребят, кстати, есть трансфер по всему Анталийскому побережью Алания, Белек, Сиде, сам Кемер, все-все-все отовсюду бесплатно привезут и увезут Мы сегодня расскажем о качестве кожи Вот смотрите, допустим, здесь кожа Ягненок 0,6 миллиметров И очень хорошее качество, химия, практически фирма Bayer Очень хорошая, качественная фирма, хорошая краска пользовалась Вот смотрите, куртка, которая буквально неделю назад, мы сейчас у соседа брали, конечно Куртка, которая буквально неделю назад сшили, и смотрите разница Да, подсветка подовыденевшая Видите? Сразу разница очень большая, вот самая душевая кожа Его два-три раза оденете, и сразу она будет форму отменять и свою вот эту менять Вот и смотрите, сразу же там Вот смотрите, даже вот так подержите, вот смотрите Видишь разница? Ни одного нюанса не увидите Качество везде одинаково Видишь? А вот здесь, сюда, сразу смотришь Вот, пожалуйста Ну и прям, часть темнее Да, вот часть темнее, вот это все Самая душевая кожа Вот его можно найти вот это Ну, как русские говорят Мы не такие богаты, чтобы носить дешевые вещи, да? Его можно, допустим, сегодня купить Ну, день-два оденете И все, пропадает сразу Денис, я вам так объясняю Вот смотри Приходят, нам говорят Вот у нас, у вас почему такие дорогие астраганы Или вот мы говорим 450, да? Прилежит на 500 вот такой И приходят, говорят Мы где-то видели за 300 Почему у вас так дорого? Вот я сейчас пошел, вязал, да? У чужой человека вязал У соседей, да? Тоже называется астраган И тоже называется астраган Вот смотрите Это астраган? Ну, поменяется, конечно, не астраган Ну, ты овчин Ну, может быть, овчина максимум Овчина, вот это, наверное, обработка лет 10 назад, понимаешь? Такая обработка уже нет Повещение тяжелая, а это лёгкая Конечно, вот смотрите Сразу по качеству видно вот это А ты сколько занимаешься вообще вот кожей? Я вам так скажу Вот смотри С 13 лет мы именно в коже на паблике Начали работать И в продаже мы разбираем И в коже Вот для меня что плохо Я вижу издалека Обтовики приходят Много здесь магазинов Допустим, товар продают Но реально по реальности по коже вообще не разбирают У них нету такого даже вот это Разбирать по качеству Берет Ничего не понимает Что в ней есть, что нету Для меня что плохо Вот я вижу курточки И я сразу практически понимаю, что там пользовали И сколько она может держаться Понимаешь? Поэтому я стараюсь самый хороший товар привезти Потому что у человека должен быть совесть Человек, вот я сейчас продаю А в следующем году я не хочу, чтобы они возвращались И мне сказали, вот он нам продавал Но не оказался, как ты сказал И я хочу отвечать за свой товар Поэтому я спокойно хочу продавать Я же не могу каждый год вместе меня Сегодня я здесь продавать Завтра в другом месте продавать Поэтому придется мне хороший товар продавать Чтобы у меня чистая совесть Я мог здесь просто ждать своей старой календы И причем, что у нас магазины Вот что хорошо для нас Человек покупает Через 2-3 года обязательно не возвращается Вот это для меня большой плюс Это от того зависит За то, что мы стараемся хороший товар продать Я тоже могу вот это пойти за товар 50 Брать и по 100 продавать Но я же знаю, она ко мне никогда больше не будет возвращаться Лучше мне так не работать, чем вот это Обманывать людьми и сказать И причем, что Та продает, говорит, вот это бейбелама Бейбелама настоящая вот эта Если уже ее продавать То как вам сказать правильно Ее меньше тысячи и полтора не найдем Правильно, Патюш? Тысячи и полтора мы не найдем Но ее продают как бейбелама Она на самом деле 30% просто шерсть А 70% просто трикотаж Вот реку Это как материал называется? Это тоже надо разбираться Вот это алкантри Но его продают как бейбелама Она на самом деле 30% шерсть А 70% это просто трикотаж В принципе, если вот так навести Сейчас поставил супер увлечение, ребят Собственно, видно, что сверху у нас шерсть А подложечка такая текстильная Сейчас вот смотрите, другая модель Из другого качества Вот смотри, это наша кожа, Венес Из далека, вот если поближе подойдешь Одна и та же модель Вот смотри, мы у другой фирмы были Пожалуйста Кожа, которая продается за 70-80 центов Везде продается А кожа, которая полтора доллара Полтора доллара за десиметр Мы его Нам расходится, допустим, 110-120 долларов Это расходится за 70-80 А люди за то, что это легче продается За то, что десели Стараются вот это брать Ну конечно, многие национально 100 минус Если мы такое берем Она буквально даже на месте Она уже высыхает Вот кожа, я всегда говорю Она живая Вот смотрите, сейчас возьмите вазелин Намазывать она Она сразу будет свежей И блестит начнет А как вот эта кожа начинает свой жир Терять То она уже считает, что она бумажка Просто Вот Порвется и все Вот и смотрите Фернитуру Вот смотрите Пожалуйста Сразу упал Даже на месте У человека Вот смотри Тоже надо обращать внимание И сразу Конечно Металл или крашеный Это все плюс Понимаешь? Легкая даже Алюминиевая Я вам так скажу Чтобы люди меня правильно поняли Вот смотри Подкладка Она продается за 19 лир Это буквально за 80-75 центов Пожалуйста Я пользую 2,5 долларов Вот смотрите Есть разница? Конечно По качеству Очень сильно отличается Конечно Это сатен Вот это самое Вот это А вот везде можно найти Просто любой магазин Зайти А это везде не найдешь Потому что Это специально Ты должен заказать Это чисто для фильма Вот моя рисунка Вот это Я чисто заказываю Вот это Если так считают От фернитура От гарнии Вот это Качество кожи Вот это Между куртки Играет 340 долларов А за это Разница Мы не можем Сказать 120-150 А мы тоже Можем Пойти Пожалуйста У них Взять Дешевая Подкладка Дешевая фурнитура И низкой качественной кожи Пожалуйста Мы тоже будем 120-130 долларов Я 100% уверен Через год Человек придет Скажет Ну это был Барахло Но я же не могу Сказать Ты сам хотел Вот смотри Я сейчас Другой модель Вам покажу Денис Я сейчас Открываю Другой тем Насчет Жумбо Жумбо у нас В Турции Самая качественная кожа Самая дорогая кожа Считается Вот смотрите Есть Настоящий Жумбо Обработка Она именно Обработает Она из природы И краска И химия И вот это Это все вены Специально Как есть Такой аппарат Два-три дня Обрабатывают Чтобы эти вены Вышли Но дорогая Обработка Не так легко Она выходит Из допустим Тысячи курточки Двести курточки Дает возможность Для жумбо Так что Выбирать надо Не каждой кожи Не каждой кожи Может жумбо делать Получается Людьми Они хотят же Продавать Дорого Они не хотят Самой дорогой Кожи покупать Поэтому идет Похитрее Под прессом Да Видно Это как глянцево Смотрите Сразу видно Клинка Это просто под прессом Прессит Вот это Рисунок Сделали Вот Это буквально Трясет Сразу Увидит Мороз 15-16 градусов Она сразу Поймете Что это Оказывается Дермантин Под это Кожа Сверху Кожа Есть Вид Рисунок Рисунок Джумбо На самом деле Вот Джумбо Она Видите Более Плотная А вот Пожалуйста Смотрите Сразу Отсюда Видно Рисунок Сбок Сбок Смотри Я Прям Вот Это Можно Раньше Буду Сама Я Скажу Раньше Если Фатима Помните Серьез Котунка Смотри Садря В Турции Хотели Один момент Сделать Труси Из кожи Из Труси Из Кожи Хотели Там Все Потеет Серьезно И Смотрите До 0,3 Миллиметра Сделали А потом Понял И Оказывается Когда До 3 метра Уменьшает Вот Эта кожа Она Сва Теряет Лифт Который Держит Мысли Теряет И Получается Вот Сейчас Вспоминал Вот Это Чисто Она Свои Теряла Вот Даже Я вам Так Скажу Смотри Я Сейчас Чуть Чуть Починю Она Сразу Порвется И Сразу Смотри Давай Здесь Попробуй Вот Здесь Я Сделаю Так Она Порвется Вот Смотрите Пожалуйста Фурнитура Да Фурнитура Даже Несмотря На то Что Похожая Она По вес Отличается Она Похожа Но Качество Вот Это Можешь Пойти За 70 Покупать Это За 250 Это Свежая Куртка Это Свежая Причем Что Пуглок У нас Нет Так Что Я Показать Не Могу Но Даже Не Надо Разговаривать Просто Когда Рядом Друг Друга Ложишь Денис Она Сразу Отличается Сразу Сразу Качество Показывает И Причем Что Когда Вот Это Одеваешь Вот Смотри Эта Модель Я сейчас Кстати Чуть Меняю Сюда До 20 Сантим Буду Мол Поставиться Вот Смотрите Вообще В принципе Можно У вас Любой Выходи За Мужем Пожалуйста Подумай Сразу Говори Вместо Кольца Будет Плащ Вы Поняли Да Кожа Становится Комфортной В носке Потому Что Она Начинает Принимать Форму Вашего Тела А Он Хочет Сказать Что Там Она Настолько Растянута Что Она Уже Потеряла Свою Эластичность И Она Уже Не Примет Похожа Модель Похожа Модель Качество Я Просто Чистая Кожа Вот Смотри Наша Кожа Видите Да И Смотри Пожалуйста Который Душев Кожа Ну Смотри Даже Вот Отсюда Посмотри Пожалуйста Видишь Она Уже Начинает Вот Это Тоже Свежая Смотри Сразу Просто Свои Жир Терриала И Ужас Чем Дольше На Весел Тем Больше Она Начнет Вот Это Терять Вот Смотри Свежий Хлеб Не Блесить Не Надо Для Кожи Быть Специалистом Я Всегда Так Что Русские Лучи Я 20 лет Работаю Но Я Точно Могу Сказать Люди Которые Ко нам Заходят Они Лучи Меня Разберят Кожа Потому Что Я Что Это Как Свежий Хлеб Заходишь Магазин Покупаешь Хлеб Сразу Видно Какой Свежий Нет Вот Пожалуйста То Же Самое Я Половина Не Знала Чего Рассказывать Мне кажется Даже Сто Процент Ну Она Смотри Она Сразу Видно Что Смотри Начинаешь Уписнять Да Так Если Не Да И Пожалуйста Сейчас Покажу Давай Клади Сверху И Пожалуйста Вот Смотри Тоже Кожа Тоже Кожа Конечно Она Не Покосана Это Ее Перфорировали Так Она Пересохла Она Настолько Пересохла Масла Вовремя Не впитаны Масла Должны Быть Впитаны Во Время Обработки Она Трогая Сразу Видно Вот Это Все Вот Смотри Даже Здесь Сразу Видно Что Качество Низкое Потому Что Они Не Могли Даже Обрабатывать Краску Кожей Видите Внутри Внутри Сперва Белая Даже Краска Не Дошла До Нужного Места Вот Смотри Видишь Она Внутри Тоже Зеленая А Здесь Белая Даже Не Могли Краска Впитывать Кожа Понимаешь Видишь Вот Эта Белая Штука Даже Она Здесь Показывает Что Не Могли Обрабатывать Кожа А Потом Меня Обижает Человек Приходит Вот Здесь Я Хорошая Куртка Хорошая Кожа Преклогает Мы Старались Делали Вот Это Все А Видят Где-то Такое Барахло А Потом Говорят Ну Какая Разница У тебя Тоже Перфорация У него Тоже Перфорация Между BMW И Джигули Есть Разница Вот Это Машина Езда 5 тысяч Доллар Машина За 50 тысяч Доллар Сравнивать Вообще Не О Чем Разговор Даже Смысл Нет Не Сравнивать Даже Мне Кажется Это Как Старая Советская Жесткая И Какая Сейчас Мягенькая С пупырышками Совсем Другая Обработка Кожи Вежетер Блестящая А Здесь Грам Химия Нет Разница В чем Между Обыкновенной Кожей Здесь Здесь Из Природа Из Дерева Из Разного Света Берет Краситель А здесь Грам Химия Нет Получается Чисто От Природа Поэтому Чуть Дороже Получается Ну Тоже Называется Вежетер Ну Знаешь Какой Вежетер Который Просто Сверху Просто Как Силикон Силикон Краска Примещали И сделали Такой А на Самом Деле Смотри Настоящий Вежетер Никогда Не Будет Так Черный Знаешь Она Будет Чуть Чуть Тем Черный Потому Что Ненастоящий Краска Нет Она Не Будет Чисто Черная Она Вот Так Просто На Черный На Самом Деле Когда Рядом Черный Положишь Вот Так Видишь Сразу Видно Матвый Остается Матвый Потому Что Вежетер Из Природа Здесь Краска Нет Поэтому Разница Они Берет Чуть Силикон И Чуть Краска Примещает И Называет Силикон Вежетер Вот Между Вежетер Разница Сразу Видно Что По Красоте Кстати Эта Модель Один Посмотрим Очень Хорошая Модель Надеюсь Мой Размеш На Два Размира Скажем Больше У меня Красивая Модель Так Нескажет На Два Размира Больше В Плечах Ульдама Сидит Нет Два Точно Больше Смотри Ну Смотри Более Крупные Людмены Красиво Рост Длины А Это Тоже Вот Смотри Тоже Возь А Но Совсем Другая Обработка Кожи Низкая Короче Смотри Вот Сразу Я Так Сделал Даже Ты Сразу Поймешь Даже Вот Издалека Сразу Видишь Как Она Красив Блестит Все Показывает Сидит Хорошо Ну Просто Я У нее Уже Кожа Частями Выпирает Еще Материал Сразу Показывает Если Это Хороший Материал Пользуешь А Издалека Я Говорю Вот Это Люди Которые Покупают Кожи Которые Интересуют Кожи Они Они Лучше Нас Разбирает Я Еще Не Был У Мет Так Чувство Человек Зашел И Самый Плохой Товар Был Всегда Люди Приходят Самый Хороший Товар Захватает Поэтому Я Стараюсь Что Такое Даже В магазине Не Держат Вот Чисто Ради Эта Съемка Я Пошел Люди Забрал Чтобы Чисто Мог Показать Разница В Качестве Я Даже Пожалуйста Люди Просат Дешевые Вещи Дешев Астраган Я Пожалуйста Если Хотите Я Привезу Я Пошел Нашел Вязал 35-40 Штук Бросил Сюда На полу Я Говор Хотите Дешевый Товар Продавать Пожалуйста Давайте И Буквально Я Пошел Через Пол Я Еще Не Дошел Домой Вам Клянусь Они Троем Сразу Меня Звонят Говорят Ты Можешь Возвращаться Я Говор Что Забери Товар Отсюда Потому Что Мы Не Сможем Свой Хороший Товар Тогда Показать Я Говор Пришел Товар Обратно Отвез Человек Поймите Хороший Товар Хорошая Стоимость Мы Можем Это Продавать Но Потом Начнем Сво Это Качество Испортить Первый День Мы Будем На Это Глаза Закрывать Завтра Чтобы Самое Главное Для Себя Чтобы Душа Была Спокойной Чтобы Мы Уверены Мы Продавали И Довольны Не То Что Через Полгода Начнет На нас Все Что Грех Рассказывает А Бог Потом Нас Наказит Это Нам Не Надо Точно Я Могу Сказать Почему Мы Так Сделали Это Была Вот Такая Модель Модель Очень Пользуется Очень Большим Спросом Как Ну Когда Мы Озвучиваем Цену Она Да Недешевая Модель Но Здесь Очень Хорошее Качество Он Привез Нам Вот Такую Модель Но Качество Было Совсем Другое Мы Сначала Обрадовались Потом Начали Рассматривать Все И Нашли Такие Изъяны Много Изъянов Которые Видим Мы Как Профессиональным Взглядом Понимаете Человек Который Например Пришел И хочет Купить Он Естественно Возьмет Подешевле Но Там Будет Очень Много Изъянов Но Нам Нужны Отзывы Понимаете И Может Так Случиться Что Один Отзыв Испортит Много Лет Нашей Работы Вот Один Плохой Отзыв Например У человека Микротрещины Появятся А они В любом Суча Появятся Потому Что Астраган Чтобы Стал Дешевле Шкуру Нужно Не Просто Выбрать Тонкую Растягивается Появляются Микротрещины Которые Не видны Ну Невооруженным Глазом Но Эти Микротрещины Они Не держат Холод То есть Человек Будет Мерзнуть Во-первых И Завтра Когда Оно Может Пересохнуть И Может Начать Отколупываться Прям Кусками Шерсти Поэтому Мы Отказались Позвонили Ему И сказали Забирай Пожалуйста Мы Будем Немножечко Дороже Продавать Но Мы Продадим Качественные Вещи И Завтра У нас Будут Хорошие Отзывы Магазин Сколько Работает А Жилет Ну Именно Здесь Где-то Уже Восемь лет С Подтим Мы Уже Шестой Или С Мы Правильно Дорогу Выбирали И Будем Так Продолжать Без Заскоп Я ничего Не вижу Денис Я хочу Вам Просто Сказать Чтобы Было Правильно Вот Смотрите Это С 48 Я Вообще Это 40 52 Одеваю Но Смотри Я 48 С Одеваю Это Наше Производство Наше Я Сам Делаю Вот Это Из Нашей Фабрики Вот Смотри Это Получается 48 Представляете 48 На меня Получается Вообще Это Я Л У меня Ликав Хорошая Не Уменьшим Да Мы Не Уменьшим Скорее Честно Сказать Не Украдем От Кожи Понимаешь А Сейчас Вот То Что Чужой Вот Это Фирма Мы Взяли Чтобы Плохое Качество Я Уже О Качество Вообще Не Буду Молчать Сразу Она Сразу Показывает Ну Смотри Покажу Вот Почему Где-то Дещель Где-то Вот Это 58 Ну Я Сейчас Прикол Покажу Я Вам Так Скажу 58 Меня Еле Ну Разве Я 58 Вот Смотри Это Максимум У меня Один Размер Болчат Кожа Сами Видите Какой Внешний А Кожа Кожа Я Вообще Ничего Не Говорю Я Молчу Ну Еще Ликала Да Еще Ника Лучим Важно Вот Подтягивала Подмышкой Еще 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 Кожа Вот Вежетель Перемешали Перемешали То Что Попало Вот Смотри Из кусочков Из кусочков Вот Собрали Это Вежетель Пожалуйста Три кожи Разница Вот Сладе Упродав 58 Как Как Зеркало Все Один Сейчас Я 58 Даже Пузанины Нет 58 Подмышкой Обычно Подмышечная область Это такое место Куда прячут Пузанинку Посмотрите Вообще Нет Вот Вот Ее же видно Это пузо Его вообще Не должно быть В качественной вещи Если вещь Качественная Если вещь Позиционируется Как качественная То она Не должно быть Вот Вот из-за Вот из-за Этого Всего То есть Шьется Из Толь Сырья Грубо Говорю Я Даже Вам Так Скажу 58 Это 58 Почти 56 Вот Смотрите Наши 56 Чтобы Наши Это Видишь Да Вот Это 58 Иначе 58 Потом Чтобы Обидно Не было Зайди Ко мне Пожалуйста Вот Пожалуйста Вот Вот 58 Это Где-то 6 Х7 Да Вот 6 Х7 Ну и Внешний Вид Тоже Просто Не Вооруженным Глазом Посмотрите Внешний Вид Этой Пурки И Пожалуйста Тебя 6 Х7 То есть Он хочет Сказать Что Не Сэкономлен Размер Понимаете Размер Как Такой Как Есть Потом Говорят Иностранцы К нам Заходят Говорят Боже мой У нас В Китае Живет Что 6 Х7 Русский Нет Что Давай Объясни Что От кожи Просто Вот Экономлен Да Сэкономлен На качестве Кожи Сэкономлен На размере Вот Тебе Низкая Цена Я С вами Виде У меня Самому Смешно 58 Совест Надо Чтобы Иметь Чтобы 58 Написать Сюда Экономите На всем Много Даже Женщины Заходят Раньше Я тоже Из разной Фирмы Был И Переходят Вот Эта худенькая Женщина Мы Ей Даем 2XL 3XL Она Уже Не хочет Покупать Я Не Такой Был Что Такой 2XL На самом СКМ Но Мы Даем 2XL Чтобы Вот Это Поэтому Я Так Начал Свою Вот Это Смотрю Потому Что Меня Отправляют 3XL А 3XL Такая Женщина Как Заход Еле Еле Подходит Поэтому Я Уже Надо Свою Лекару Доставать Свою Качество Я Уверен На Свою Качество На Свой Лекар Обработка Я Знаю Откуда А то Чужой Берешь Не Знаешь Кто Шил Кто Шил Как Шил Вот У меня Даже Вот Если Здесь Какой Модели Какая Ощипка Я Сразу Звоню Фабрике Сразу В этой Фабрике Написано Кто Шил Кто Лекар Отрезал Я Могу Празить Почему Ты Так Поступал А Вот Это Мы Даже Не Знаем От Какой Фирмы Понимаешь Вот На Ренке Продается Мы Покупали В Турции За 50-60 Долларов А Потом Все Хотят За 50-60 Дорогие Гости За 50-60 Доллар Толго Можете Так И Товар Покупать Который Из Кусков Вот Смотри Они Хитрые Знаешь Даже Как Сделали Модель Из Разных Кусков Покрасили 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 Вот Это Все Пожалуйста Ну Вот Я Плохой Качество Кожи Буквально Через Две Недели Даже От Света Сразу Заметишь У нас Такой Свет Если Плохой Качество Сразу Начинает Загорять Рука Плеч Вот Смотри Плохой Качество Вот Даже Я Вот Скажу Вот Смотри Дубленка Качество Ну Проползто Чувствуется И Пожалуйста Я Типа Тоже Дубленка Тоже Дубленка Как Раньше Мне Кажется На себе Да Как Раньше Знаешь Вот Это Как Назов Вот Это Песок Вот Это Пресс Вот Смотри Тяжелая Да Тяжелая В 2000 году Можно Было Может Попедаль Сейчас Уже Продемонстрировать Модель Которая Пользуется Хорошим Спросом Она У нас Моделька Принадлежит Наверное К стилю Спортивной Классики Но Смотрится Больше Как Классика Она Очень Удобная Комфортная У нее Спинка Немножечко Длиннее Получается Впереди Она Покороче Есть До 56 Размера Даже 58 Смотри Какая По стоимости Красивый Карман Дизайн В современном Стиле Из Очень Хорошей Качественной Кожи Здесь Классная Кожа Здесь Как раз Верхняя Обработка Которая Которую Например Недобросовестные Производители Не делают Верхняя Обработка Сделана Которая Предохраняет От грязи От влаги То есть Не впитывает Верхний Слой Вот Такой Цвет Она Тоже Есть И По цене По цене Эта курточку Мы Озвучиваем На нее Цена 250 долларов Но есть Хорошая Скидка Здесь Она Из Очень Хорошей Качественной Дорогой Кожи Вот Такая Обработка Которая Я сейчас Гаврила Она Виднее На темном Цвете Сделали Верхнюю Обработку Это Называется Шестой Слой Который Далеко Не во всех Изделиях Есть Он Дает Возможности То есть Он Как Отталкивающий И даже Как Отталкивает Грязь То есть Он Так Вот Поверхность Засвещена И Не Восприимчива Но Очень Больше Служит Да Она Так Не Пачкается Особенно Это Актуально Для Светлой Кожи Потому Что Светлая Кожа Очень Марка А Вот Вот Эта Кожа Она Не Пачкается Из Из-за Вот Этого Слоя Это Дорогая Обработка Поверхностная Но Мы Ее Делаем Женщины Которые Приходят И Просят Какую Нибудь Кожуху К сожалению Кожухи Кожуха Как Правило Бывает Приталенная Она Подходит Не Всем Когда Женщина Немного Побольше Размер Хочет Кожуху То Я Думаю Что Вот Эта Модель Гораздо Удобнее То Дизайн Очень Современный Так же Как и Стиль Очень Современный Верх У нее Оверсайз Особенно Для женщин Которые За рулем Вот Спинка Как Сделана Вот Видите Она Сидит Очень Хорошо Особой Некрой Пожалуйста И Такое Верхнее Покрытие Как В предыдущей Куртке Здесь Соответственно Сделано Тоже Имеется Да Здесь Хорошая Дорогая Фурнитура Которая Не рассыпется Через Месяц Предположим Очень Красиво Сделано Эта Курточка Есть Еще В черном Цвете Могу Показать Еще Продемонстрировать Еще Курточку Тоже Косуха А по цене Такая Сколько Вот Эта Курточка 200 Долларов Вот Еще Черная Оверсайз Эта Модель Немного Удлинена Здесь Есть Поясок Который Полностью Вытаскивается То есть Для тех Кто не хочет Носить Пояс Предположим Его Можно Просто Вытащить Мы Можем Сделать Это На месте Для тех Кто не Хочет Носить Поясок Вот Сейчас Я Застегну Полностью Просторная Очень Удобная Хорошая Савось Вот я Дела Эксель Я Ношу 48 Мне Может Подойти Эксель Мне Может И Эль Подойти В Этой Модели То есть Один Размер Подходит На Два Размера То есть Эль Мне Подойдет И Эль И Эксель Также И всем Остальным То есть Она Держит Два Размера Комфортная Особенно Если Женщина За Рулем То Это Очень Комфортно И По Цене Также Можно 200 Голов Мы Озвучиваем Цена 250 Но Конечно Вот Еще У нас Появилась Новенькая Моделька Здесь Удлинена Большей Частью Задняя Половинка Она Тоже Так Комфортная Удобная Имеет Капюшон Отвечает Всем Стандартам Современной Моды Я Дела Самый Маленький Размер А Самый Большой Размер Здесь Подходит Даже На 58 Она Очень Комфортная Тоже Для тех Кто Не Любит Зауженный Рукав Скажем Да Как Модно Сейчас Свободный Для тех Кто Любит Свободный Стиль И Вот Эту Модельку Мы Можем Даже За 250 Долларов Хотя На самом Очень Большая Тут Кожа Очень Дорогая Кожа Здесь Очень Хорошая Дорогая Фурнитура На самом Деле Ее Можно Смело И 350 Доллар Продавать Но Мы Ее Отдаем За 250 Вот У Нас Появилась Новая Алькантра Это Совершенно Новое Изделие В Прошлом Году Этого Изделия Не Было Ни У Нас И Ни У Кого Вообще Эта Модель Это Изделие Для Холодного Региона Также У нее Есть Капюшон Сколько Держит Минус Вплоть До 35 Здесь Очень Такой Плотный Уплотнитель Внутри Утеплитель Очень Плотный И Ткань Она Именно Создана Для Мороза Она Не Пропускает Влагу Это Не Ветровка Это Прям Гораз Более Нет Она Между Ветров У Есть Поверхностный Слой Который Создает Термо Эффект Модель Очень Симпатичная У нее Не Сутягивается Это Получится Баночка Она На самом Деле Очень Легкая Но Это Очень Теплая Для Холодных Регионов То Например Для Европейской Зимы Где Не Бывает Там Свыше 5 Градусов Мороза Конечно Это Очень Слишком Тепло Она Создано Для Более Ну И 350 Долларов Стоит Вот Эта Длина Чуточку Покороче Да Она Чуть Чуть Покороче Создана Она Из Алькантры Также Плюс Плащевка Алькантра Ну Вам Редем Рассказывал Что Алькантра Это Ткань На основе Трикотажа Здесь Присутствует Лама С набивкой Чем Да Синтепон Внутри Еще Есть Синтепон С Добавлением Верплюжей Шерсти Красивый цвет Очень красивая Да Вот Такая Длина Есть Еще Также В этом Цвете Вот В этом Сером Цвете Вот Хочу Продемонстрировать Пальто Из Алькантры Пальто Для Экстравагантных Дам Которые Любят Очень Длинные Вещи Здесь Есть Разрезы По бокам Они Кстати Закрываются На 70% Ламы Также Ткань На Основе Трикотажа Но Лама Здесь 70% В общем Мало Того Что Дизайн Очень Красивый Еще И Легкая Но Еще И Теплая Конечно Это Не На 30 Градус Мороз Но До 10 15 Градусов Смело Вот Это Такое Пальто Можно Носить Они У нас Есть Разных Цветов Есть Так Ж Вот Это Такая Ж Модель Вот Есть С отделками Питона Есть Чисто Белый Есть Модели У которых Отстегиваются Воротники А на тебе Сколько Стоит Вот Это Пальто Стоит 400 Долларов Мы Еще И Можем Немножечко Уступить Здесь Не Окончательная Цена Больше Берете Больше Скидка Правильно Да Особенно Для Людей Которые Берут От Трех Вещей И Больше Есть Хорошие Скидки Есть Еще Отзывы Поэтому Качество У нас Надлежащее Если Вы Заметили То Люди Которые Писали Покупали У нас Вещи Три Четыре Года Тому Назад Они До Сих Пор Нам Пишут Хорошие Отзывы Под Роликами Передают Нам Приветы Еще С тех Времен Когда У нас Работала Мариана Сейчас Кстати Она Тоже Находится Здесь В Турции Но Стала Мамой Поэтому Временно Ее Нет Вот Ну Наше Качество Соответствует Именно Тому О чем Мы Говорим И Соотношение Качества И Цены У нас Очень Хорошее Тоже Алькантра Смотрите Как Красиво Сделана Очень Оригинальный Дизайн Это Модель Совершенно Новая Но Это Не Для Хладов Да Да Это Не Минус 30 Ну Минус 10 Минус 15 Вот Вот Эта Модель Она Создана По типу Рубашки Воротничок Норочка Отделка Из Натурального Петона Здесь Алькантра Тоже Самая У которой 60% Ламы Остальное Это Трикотаж Обычный То есть Она Очень Теплая Мягкая Комфортная Приятная К силу Эта Модель Есть В двух Цветах Для тех Кто Любит Яркий Цвет Пожалуйста Вот Такой Цвет Красивенький Да Очень Красиво Смотрится Одетая Вот Есть Еще Так же Модель Силуэт В Это Удлиненная Куртка Воротничок Из Норочки Носится Под Поясок Но Можно И Без Пояса Также Алькантра 60% Ламы И Вот Эти Модели Мы Озвучиваем Стоимость 350 Долларов Те Которые Покороче 400 Долларов Те Которые По Длине Есть 450 Есть 400 Долларов И Делаем Еще Скидки Хотя Вот Эта Алькантра В этом Году Это Очень Популярно Она Только Набирает Популярность И Алькантра Очень Ценится И Она Очень Хорошо Носится Люди Которые Уже Сталкивались С Алькантрой Они Уже Знают Что Это Очень Хоро Носится Да Новый Материал Ткан Из Италии Вот Смотри Почупай Вот Она Очень Хорошая И Не Каждый Фабрик Маленький Размеш Главное Чтобы Модель Видели С Кармашками Конечно Самый Главное Обращай Коже Качество Пожалуйста Поль Натюра Посмотри Пожел Давай Не Как Доход Пуст 10 лет Смотри Не То Что Одеваешь Через День Два Вот Это Испортится Вот Смотри Пожел О Какая Подкладка Ну Качественные Вещи Сразу Издалека Себя Показывает Из Норки Из Норки Да Ну Имею Ворохник Норка Главное Чтобы Это Размер Л Ну Сойдет Это Большой Мне Кажется Но Мне С С Большой Нер Все Равно Слушай Ну Классно Смотрится Да Тебя Недавно Завезли Да Большой Недавно Буквально Неделю Десять Днень Назад Получили Я Думал Вы Это Сняли Не 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 Вот Смотри Слушай На черный свет Вообще Богно Смотрится Да Вот Смотри Ну Богатый Как Норка Смотрится Ага Алкантры Черный Смотри Денис Норка Прям Хорошее Качество Антидепрессант Конечно Смотри Спокойно И Смотри Солидный Вот Под Костюм Вот Это Солидно Работает Пожалуйста Какую Температуру Держит Ну Это Максимум Минус Пятнадцать Наверное Двенадцать Пятнадцать Так Ну Выше Это Уже Надо Дубленка Либо Вот Эту Шубу Одевать Ну Если Вот Это Ну Под Это Конечно Если Уже Печак Одинешь Да Костюм Одинешь То Конечно Пятнадцать Двадцать Спокойнее Держать Вообще Круто Тень Вот Здесь Косуха Смотри Жум Очень Высокая Костью Даже Лучше Качество Чем Нужья Вам Показать А в Такой На Скольки Можно Вот Так И Четыреста Пятьдесят Доллар Смотри Полный Супер А температура Как Удержит Температура Это Уже Двадцать Двадцать Спокойно Думаем Даже Чтобы Воздух Не Гонял Что Человекам Вообще Не Холодно Чтоб Дибле Было Максимум Она Пожалуйста Кватис Очень Высокая Эта Температура Двадцать Двадцать Спокойно Потому Что Здесь Двенадцать Миллиметров Синтепон Трех Толстый Так Это Сильно Будет Держать Карман Пожалуйста Двойной Если Что Уже Кошельки Машельки Очки Машки Чтобы Не Терять Ключ Машины Сюда А если Просто Руки Пожалуйста Погреться Тоже Мягче Самый Главный Вот Это Смотри Разница В чем Здесь Люди Полтора Сантима Писется Чтобы Долго Не Вышел Полтора Сантима А у меня Три Споловни Сантима Поэтому Объем Нек Так Объем Толстый Покажи Красиво Покажи Вот Копчен Съемный И Снимаешь Вот Опустим Капюшон Не капюшон А вот Этот Шея Как Называется Скажи Я забыл Вратник Теплый Тоже Я Так Сделал Чтобы Легче Понятно Вот Оно Модно Красиво Тоже Смотрится И Копчен Снимаешь Снимаешь Копчен Когда Простой Хорошей Погода Пожалуйста Можно И модничать Стильно Модно Сейчас Совсем Другой Вид Захотел Классический Воротник Отложил Вот Стол И Пожалуйста Наши Главное Чтобы Наши Гости Поняли Нас Правильно Насчет Качества Чтобы Не было Горем Сомнений Я За Свой Товар Отвечаю Качество У нас Очень Высокое Хорошее И Самое Главное Люди Сюда Приходят Насчет Цены Тоже Не Объезжаем Как Мы Сказали Допустим Берет Три Штука Одну Подарок Детский Или Вот Это Взрослый На Распродаже Если Размер На Ходим Скидка У нас Хорошая Главное Чтобы Приехали И Видели Качество Парфорированная Кожа Чемный Синий Видишь Какой Прям Свежий Прокраска Хорошая Качество Хорошее Свободное Без Залома Без Силы Это Представляешь Это М Это 50 Размер У Нас Лекали Очень Хорошие Так что Я Дождь Идет Перевернул Кожу С той Стороны Пожалуйста Тоже Парашютный Ткан Так что Крепкий Дождь Не пропускается Молны Вот Смотри Двойной И Туда Конечно Чтобы Не было Так Смотр Сделал Так Не мог Поставить Немножку Вот Пожалуйста Тоже Хороший Спокойно Под желание Люди Приходят Допустим Я Свет На свет Синий Насильный Делают А кто-то Хочет Вот Это Парашют Представил Хочет Бежевые Хочет Красные Любой Каприз За Ваши Кошелек За Ваши Деньги Главное Чтобы Время Было Желание Ребят Ну а теперь Мы Отправляемся В Город Ушак Посередине Турции Находится А что Там Фабрика Все Зависло Сейчас Мы С вами Приехали В Город Ушак И Посмотрим С чего Начинается Производство Кожаной Куртки Приехали На Завод Маджид Дери Кожа Маджид Да В переводе И Собственно Начинаем Добро Пожалуйста Смотрящий Ананас Тиви Сейчас Покажем Вам Как Мы Здесь Кожа Обрабатываем Вот У нас Денис Кожа Приходит Первое Дело Вот Здесь Корабль Называется Мы Здесь Корабль Яхты Маленькие Яхты Лодки Называем Туда Кожа Бросим И Три Дня Кислоты Приваривается Чтобы мех Легче Отпускал Кожа Потом Бросим На Полу И С этого Аппаратом Начинаем Мех Убирать Полностью Оттуда Берем Идет Вот Это Именно Здесь Крашим В этом Аппарате Да Именно В этом Аппарате Крашим Кожа Это Первый Три Четыре Раза Одну Кожа Три Четыре Раза Попадает В Одну Баллон Тестер Шкура В Один Момент Можно Красить А по Времени Сколько Трастится 24 Часа Толго В Кислоте Аммония И Разные Клиправы Вот Это Финди Перемещается Здесь Траще Вот Даже Смотри Оставки Кожи Я Даже Оставки Кожи Нет Потом Отсюда Так Видите Как Шкуры Получается Это Первый Раз Когда Выходит Это Первый Раз Когда Выходит Сверху Соленая Видишь Она Какая Даже Если Пощупаешь Она Толстая После Эта Минимум Четыре Пять Разные Аппараты Мы Должны Уменьшать Пройти Да Убираем Вот Это Полностью Пой Меся Полтора Здесь Кожа Мы Упаковаем Это После Обработки Уже Нет Это Чисто Вот Это Первый Вот Это После Это Опять Мы Возьмем Баллон Обкрасить Это Пока Первый Вот Это Мы Упакиваем Чтобы По своим Порам Она Открывалась Свои Глазки Потому Что Пока Мы Пора Расширяем Не Можем Туда Краска Я Понял Если Сверху Уйдет Через Месяц Поэтому Хорошо Прокрашивалась Делается Оттуда Мы Берем Кожу И Уменьшаем Тоненько Делаем Видишь От этого Аппарата Мы Сначала Тоненько Делаем Потом Начинаем Кожа Красно Говорят Жумбо Кожа Да Жумбо Без этого Аппарата Жумбо Не бывает Ее Под прессом Вот это Выжимает И кожа Выходит Веми Получается Вот это Глазки Много Получается И Через Этот Аппарат Если Аппарата Нет То Жумбо Невозможно Сейчас Много Пределки Под прессом Кожа Показывает Как Это Натуральная Жумба На самом Натуральная Жумба Очень Дорого обрабатывать вот плюс 50 60 центов добавляется на каждый шкур обработка за то что если хочешь обыкновенно хочет сделать джумбу вот аппарат здесь фен а есть сушилка у вас шкура бесит и через 20 она уже сухая ну тут прям вообще сухо так просушено нормально а там уже храните готовые да я понимаю это для печки готова а это остатки кожи которые не нужны мы ее берем чтобы легче с углы легче пора было чтобы вот это фен не менял я понял если хорошая погода, то здесь эта палата сложнее кожа буквально мыли неделю здесь держим вот смотрите неделю сопня, да неделю это должен здесь высыхать если не высыхать, то смысла нет обработки видишь вот натуральная кожа, она как тело начало как пергамент это тоже начало, вот смотри после этого минимум 2-3 месяца надо обработать чтобы одна кожа сейчас поднимаемся наверх и увидим вот от этого обработки как красить пошли здесь кожа 500 штук положим вот это и буквально 1,5-2 дня по своим порам тоже открываем вот это пора пора да и следующий день сюда берем вот эти грязные дыры даем мастерам чтобы тоненько сделать чтобы потом сейчас сделать ну очень интересно вы измирить кстати сделаем самый важный аппарат для кожи здесь именно вот отсюда шкура задней именно задней задней части задней часть даешь и отсюда регулируешь допустим ты хочешь 5,5 миллиметра да дают тебе 5,5, ты берешь а с той стороны тебе дают уже 5,5 миллиметра ты здесь регулируешь сколько тебе допустим для мужской мы берем а если уже для женский 5 половине 4 половине 5 миллиметра это самый достаток самый красивый здесь я буквально 5 лет на это аппарат работал и здесь мы кожа если есть любитель кожи замш вот именно с этого парада видишь вот это ты разберешь на война смотри потрогай почувствуешь сразу это как называется забыл шкура лицо убираем вот это шлифовальный материал вода сих пор не материал как раз мы его убираем только мягко же остается а потом уже обрабатываем вот сейчас наверху поднимемся я вам сразу сам что же покажу у нас здесь мастер первую очередь пока мы не покрасили по пока мы не обрабатывали до мастер здесь выбирает он уже специалист выбирает чтобы качество кожи если допустим с браком допустим звезда второе качество третий качество может вообще не нужно мою мусор бросаем потому что здесь кожи именно обработают очень долго поэтому если шкура поцарапаны если сильно на животах шрамы есть то нам смысл нету его обрабатывать на коже сразу влияет это поэтому здесь первые дела первую очередь мы выбираем вот смотри по три качества допустим там первое качество здесь второе здесь третий третий мы стараемся не обрабатывать потому что если вот такие шрамы есть то на смысл нету его обрабатывать дороже выходит от нас краска потому что время краски сейчас наверное где-то 250 долларов просто килограмм поэтому смысл нет обрабатывать до обработка говорят смотри разные фигуры до на коже если вот как она делается вот это вот смотри кожа на это кожа на коже здесь вот это смотри любой бит это все на коже обалдеть а это наш youtube вот отсюда так даем это как ты внизу показал или что нет это совсем другая а чё делать это и тюг именно вот на коже это делается это чтобы кожа больше а объем больше в общем если коротко вот эти углом у нас поры раскрываются и добавочные еще разглаживается материал чтобы потом можно было отправить надо лишь обработать здесь уже покраска но здесь уже выход покраски это мой мастер который работают а очень жарко очень жарко очень жарко очень жарко давайте закроем Вот это наобсюду будет положено покрасить, видишь? Это стерлинг, я думаю через неделю будет готово. Шесть неделю только? Через неделю будет, есть на трексе. Я думал побыстрее. Нет, я думаю, что это сейчас положено, и снова будет террасить, нет такого. А сколько этапов красятся? Шесть-семь раз. Если тоже хорошо ведет себя, то шесть, если нет, то семь, то десять. Снимаю тоже, чтобы вы видели, как она работает. Это мастер. Самый настоящий. Да. Это мастер. Самый настоящий. Мастер больше, больше. Люди работают для вас. Уважаемые гости. Это кожа тойной стороной уже, да? Смотри, как она стала. Вот сейчас она дает. Смотри. Видишь, как она? Десиметр открывается. Сейчас потолку чуть-чуть, еще внесу подкрес, и она будет готова. Ну, конечно, видите, она еще натуральная, еще не красит. Угу. Ну, уже приятная она очень стала. Да-да-да. Поэтому отрезаем, чтобы не мешало нас. Да-да. Не мешало. Работает само. Тоже работает? Сейчас пойдем на готовую кожу посмотрим. Давай. Вот смотрите. Замч, я вам показал, как мы чистим, да, кожу? Чтобы не блесли. Видите, смотри. Она готова, просто сейчас здесь будем красить. Она еще просто не покрасится. Смотри, сколько. Как ткань прям вообще на очередь. Четыре с половиной миллиметра. Обалдеть. Видишь, какое качество? Вообще класс. Она уже вышла оттуда. Это здесь делается, да? Это здесь делается, чтобы блестить. Потому что модно вот это коцухи, женские, мужские блестить хотят. Смотрите. А тонкости подскажешь, как делается? Диджитал. Диджитал, как делается. Ну, обрабатываю. Потом здесь, я вам показал, это аппарат. Сверху, вот смотрите. Вот это, допустим. Положили сюда. И здесь, понял, как пленка, чтобы блестить. А-а-а-а. Вот положили вот сюда. Я показал там тебе. Вот смотри. Захочешь... Вот на пленочке. Захочешь с рисунком какой-то. Сюда положил. И закрывал. И нажал. Подпресс, да? Подпрессом. Буквально через пять минут она выходит, как вы хотите. Как бы хочешь. Ну, это вообще прям красота. Смотрите, что тебе нужно. Бомба. Вот. Назерная обработка. Угу. Говорил же я туда вот. Подпрессом вот это. Назерная обработка. А-а-а. Вот. Как и получается. Назерная обработка. Вот наши новые. В 2023 году. Какие цветы будут. Вот. Делись. В этом году. Это все уже готово, конечно, цвет. Это уже готово. Просто утюг. Потом десиметр. И потом уже упаковываем. Вот. Здесь аппарат чистый, чтобы мы знали, сколько десиметр кожи. Ага. Вот смотри. Это 103. Он вообще измеряет? Да. Здесь измеряем. Объем кожи измеряем. И потом упаковываем так. И там было отправлено. И уже готово, чтобы щели. Видел, да? Семарочки. Ага. Ты же говорила, только фиолетовый еще будет в этом году, нет? Да. Еще много будет. Толго-толго начинаем. Сейчас. Хулиганец. Вот, видишь? Коричневый. Ага. Натуральный. Без вот этого. Вот смотри. Ну классно, классно все. Она готова. Вот смотри. Здесь у нас уже масло. А что здесь делают? По качеству уже, как я внизу показал тебя, первое дело. А это уже последнее. Вы говорят по качеству. Первое качество, второе качество, третье качество. Иногда люди к нам заходят, говорят, почему там 150, а у тебя 200, 250. Вот я объясню. Человек идет с третьей качественной кожи, обрабатывает кожу, на третьей качественной кожи покупает и шьет. Он, конечно, буквально на 20-30 долларов дешевле нас поручать. Ну. И вот ты полгода надеваешь, потом нету. Значит можно спокойно 4-5 лет надевать. Вот поэтому мы сразу здесь определяем вот первое качество, второе качество. Третье качество мы уже смотрим в какое качество. И цена сразу понятна как-то уже. Вот, допустим, это первый качество. Вот смотри. Угу. Видишь? Объем. Викал спокойно. Куда захочет, можно положить. А если уже второй качество, допустим, такой, да? Идет Истанбул. Мужик вязал, викал положил и не знает, как отрезать. Потому что, видишь? Места мало. Места мало. Ох. Или вот смотри. Это уже третье качество. Мы его даже не отправляем с тобой. Но много с этой кожи зашьет. Это вы такую на продажу даете, да? Это да. Это на продажу на обувь, на противообувь, всякие. Но на коже это не пойдет. Смотри. Чтобы все было хорошо. Один снаружи, чтобы лицо друг к другу пошло. Чтобы друг друга не слились. Чтобы краска не испортилась. Вот очень важно. Буквально через неделю она уже готова будет носить. Мы отправляем в Истанбул и через месяц она уже будет в магазин. Через месяц уже будет курточкой? Кстати, через месяц мы как раз будем снимать этот цвет куртки. У нас будет в магазине. Отлично. Сейчас, Денис, я тебе покажу другую расцветку кожи. Вот отсюда лучше видно. Синий. Ага. Видишь, какой качественный? Натуральный, без краски. Без краски? Да. Здесь краска не будет, потому что самый-самый хороший, позже выбрали. Ага. Здесь единственная будет лак и утик. Ага. Потом через два-три дня она уже с Амбулой будет. Ничего себе, удобно. Быстро. А то ледует, чтобы щилился. Вот красный пока еще. Вот бордовый. Для любителей красного. Вот. Да, тоже на солнышке. Да. Вот смотри. Ну сочный цвет, сочный. Тоже натуральный. Лак и кожа. Тоже на утюг она совсем будет менять. Красиво. Плащ. Так что, Денис, я работаю. Я не сижу. Все раз зимой облабатываю кожу, чтобы люди пришли, спокойно покупали. Чтобы у них в мозгах не было, это кожа, не кожа или плохой кожа. Вот. Все, что как видишь. Сделай сразу так и я работаю. Спасибо вам. Пожалуйста. И вам спасибо. И сейчас нам Эрдем расскажет собственно историю, как это все у нас начиналось. это все у нас начиналось. Да. Здравствуйте. У нас, я с 11 лет здесь кожей занимаюсь. У меня в 1987 году дед открывал фабрика. Вот, кстати, я могу и дед показать. Вот. Он честно сейчас уже ничего, но очень хороший. Это мой дед. Он в 1987 году открыл фабрика и с 11 лет меня вязал с собой. И до сих пор я после него с кожей занимаюсь. Это вот эту фабрику открыл. Другая фабрика, это уже третья фабрика считается. Сейчас, где мы находимся, это уже третья фабрика считается. Буквально в 1997 или 1996 году я начал уже понимать, как кожу обработать, как сделать вот это все. И поехал в армию, приехал и сам уже начал на свои. Ну, конечно, спасибо ему, потому что я через него, через его фабрика кожу самообрабатываю. У меня в Стамбул и весь мир есть ателье. Я отсюда кожу обрабатываю и отправляю в Стамбул. Там у нас ателье, мы там шьем и оттуда отправляем в Анталию и в России на продажу уже готовый ассортимент кожи. Куртки имею ввиду. А дедушка как у тебя начал вообще всем заниматься? Нет, дедушка вообще-то, как он нам рассказывал, он где-то в 70-е годы по разных городам ходил, шкуру покупал. Допустим, люди отрезают баранов и сразу он шкуру покупает, когда уже по тысячу, по две тысячи штук, он отправляет на завод и обрабатывал кожу. А после какое-то время заработал и открывал себе фабрика свой уже. И сам уже начал продавать. И до сих пор занимается. А после него его дети начали продолжать кожу обработать. И я тоже спасибо им до сих пор на коже работаю, обрабатываю. В общем, семейный бизнес у вас. Семейный бизнес, да. Мы все друг друга как братья, двоежные братья поддерживаем друг друга. И они меня помогают, я им на счет, что я помогаю. В Анталии у нас магазины практически рядом друг друга. В России отправляем. Так что у нас не первый год, мы реально эту работу понимаем и знаем хорошо. Вот многие приезжают к нам и говорят, как обрабатывать кожу. Трудно сказать. А спасибо вам. Сейчас люди понятно будут, как мы кожу обрабатываем. И мне очень легче, потому что люди уже не будут мне сказать, это кожа или не кожа. Потому что многие говорят, мы кожа, мы специалисты, на самом деле даже не понимают, что такое кожа. Потому что никогда в жизни не видели кожу. А здесь мы именно за то, что с 11 лет я уже кожу обрабатываю, издалека буквально 500 метров меня покажут. Я тебе скажу, как, я тебе скажу, какое химия и сколько может держаться. Мне больше нравится, что как раз люди посмотрят, хотя бы будут уже разбираться, во-первых, тяжело будет обмануть их самих, а во-вторых, хоть уже внешне начнут разбираться в типах кожи. Я посоветую, чтобы реально специалисты обрали. Это не важно, что я или другой. Реально, чтобы человек понимал. Потому что сейчас кожа такая ситуация, что чисто на бизнесе. Человек идет покупать, на самом деле не знает, что покупает и продает. Потом через год-полтора кожа не носится, а люди говорят, а турецкая кожа некачественная или фуфло какой-то. На самом деле, если специалиста реально у настоящего кожанника покупаете, тогда уже реально. Допустим, я за свою курточку отвечаю, если какая-то проблема, в следующий год он спокойно можно перевести, я поменяю, без вопросов. Главное, чтобы была от меня какая-то причина. Не то, конечно, чтобы человек пошел в стройку, работал с кожей и пришел ко мне, давай меняй. Ну, если с какой-то обработкой причина, то я с удовольствием без вопросов. На счет этого 100% для нам тебе дает. В перерывах? 120 лет. 120 лет? 120. Да. Я все записала, можешь уже не говорить, что 120 лет. Фоткай меня в шоке. Я на видео играюсь. Фоткай. И сейчас мы с вами находимся, собственно, в самом центре производства, именно на складе кожи, из которой впоследствии будет изготавливаться одежда. Добрый, пожалуйста. Вот, Денис, я сейчас расскажу, может кому-то интересно, как выглядит кожа. Вдруг, если интересно, они же как куртка видят кожу, да? Нас по-настоящему, может, не видят. Вот, смотрите. Видите? Парламентова. Нам кожа так приходит. Мы здесь от фабрика обработаем кожу и сюда отправляем. Это один. Но цветов много, я смотрю, да? Очень-очень много. Почти у нас здесь пока наличие 12 или 13 разных цветов. По желанию, мы можем это покрасить еще другой цвет. Это от нас зависит. Главное, что мы захотели. Вот, смотрите. Это тоже черное. Видите сзади шкура как выглядит? Красиво. Вот это настоящая кожа, а сзади так должен быть. Если сзади кожа приклена, какая-то крепка или что-то, это значит заменить цвет кожи, не настоящая кожа. Вот настоящая кожа так выглядит внутри. Если без подкладки, так должно быть. У нас сразу собаки вспоминаются. Да. Или перчатки. За то, что производство кожи наша фабрика, мы любой модель, любой вот цвет кожи, сам мы можем обработать, перевести без вопросов. Главное, чтобы был у нас интерес. Верис, я сейчас вам расскажу, как мы здесь выбираем кожу для куртки. Вот здесь у нас мастер. Мастер здесь выбирает самый подходящий материал на куртке, чтобы не была вот разнообразной кожи. Получается, сюда приходит кожа, вот смотри, змея подкрыта, петонова. Очень хороший вот рога. Это не петонный или петонный? Это не петон, но это под пресс. Я понял. И мастер здесь выбирает. Соответственно, там брак весь этот все убирает. Да, брак, чтобы всякие, то, что не устраивает, мы убираем это, допустим. Убираем то, что не подходит, отдельно складываем. И оттуда идет напротив. Ко второму мастеру я вижу, да. Напротив у нас здесь ассорт называется. Мы здесь выбираем кожу. Потому что бывает тоненький, бывает толстая кожа. Мы их должны отдельно складывать, чтобы не было потом у куртки, допустим, впереди толстая кожа, сзади тоненькая кожа. Здесь мастер это регулирует, здесь сам. Потом напротив уже мы даем мастера, чтобы щили. Вот, Денис. Дорогие гости, чтобы знали, как мы лекалы здесь достаем. Вот у нас здесь такие лекалы есть. Вот эти картонки, вот эти лекалы мы достаем. И мастер их на кожу нужит и отрезается, как положено. Здесь у нас все лекалы. Здесь, наверное, 100-150 разных моделов лекалов. Под желание мы можем личные заказы тоже принимать. Не только на нашей модели. Имею ввиду, допустим, человек приходит и на нашей модели им не нравится. Они могут либо в интернете что-то, либо сами что-то придумают и нам сказать. Все что вводим? Да, конечно. Через 2-3 дня мы один в один делаем. Я вам расскажу, как здесь лекалы достаются. Вот смотри, мастер у нас. Там выбирали кожу. Сюда наш мастер. Вот так. Это впереди куртка получается. Угу. Передняя часть. Передняя часть, да. Вот здесь. Разметка. Это карман. Угу. Чтобы не перекрутили. Вот смотрите. И потом вот сюда приходит. Вот получается она уже готова. С меточками я вижу даже. С меточками, да. Вот так. И смотрите. Главное, чтобы правильно отрезались. Буквально если говорить пол сантиметра. Широк, больше или меньше отрезать. Получается лекалы испортятся. Поэтому четко вот смотрите. Если вот допустим случайно вот так отрезали. Получается эта куртка уже испорчена. Она четко даёт. Одинка даёт. Вот. Одинка даёт. Одинка даёт. Если больше меньше. Потому что. Если с каждым кусок вот это пол сантиметра. Это на курточке уже влияет два с половиной сантиметра. Это считается один размер. Внизу будет широкая. Сверх будет узковато. И всё. Получается никому не сможешь продавать. И сколько мастер работает в жиле? Мастер. Уста. Какой сангер шалши тут? Сександер тенгер. 1984 году. Получается у меня было два года. Он начал работать. И каждый день буквально двадцать куртки отрезать. У них максимум. Если не тяжелая лекалка. Если нормальная коротка. Обыкновенная короткая курточка. В день двадцать штук может отрезать. Один человек в день двадцать штук может отрезать. Если тяжелая модель чуть чуть больше длиннее или короткая. Или на большей мерке. То семнадцать восемнадцать. Так скажем. Деньги чтобы показал себя Майя муж. Вдруг другой Майя найдет. Не надо. Майя убьет нас потом. Майя убьет. Вот смотри. Много людей приходит. Внутри сзади видит. Говорит это не кожа. За это вот это. Если бы не это. Это клей. После чего чуть чуть горячей. Типа вот двадцать градусов. И так поставим. Оно сразу как мелко. И. Как сказать. Вот смотри. Когда вот так. Получается. Она вот так получается. Когда щет. Мастер легче щет. Из этого. Све. Вот это. Не ровно. А это дает возможность. Чтоб ровно щели. Много приходит. Открывает. Говорит это не кожа. Это не кожа. Объясняешь. Но не понимаешь. Вот. Сейчас живот. Можно видеть. Эта клеенка. Дает возможность. Чтобы. Ровно. Швы. Пошли. Чтоб не ползал. Да. Чтоб не ползал. Как он отбивает. Ага. Это наш мастер. Перельщит. Он должен все вот так. Приготовить. Чтобы мастер спокойно там мог щеть. Миш подминает. Это рукава. Ага. Вы ели. Это железный. Это железный. А вы модель чемод. Да. Вот у нас сейчас покажу. Давай. Вот тоже сейчас. Что машины. Еще. Посмотри. Ого. Модно стильно молодежно. Пометь можно? Как быстро прям взял стекло. Незаметенно. Вот смотри. Там сейчас как раз другой цвет. Ага. Я вот видя вот эту вот часть. Делается. Или не одеваешь. Или не хочешь. Это уже от вас. Ну выглядит интересно слушай. Три разных цветов будет. Черный будет. Коричневый. Коричневый будет. Еще беру за. Если не ошибаюсь. Если что можно. Любым цветом. Розовый. Убавки там добавить. Заменить. Ну конечно. Интересно. Мотать с одним боковом. Почему с одним. Второй тоже отстегивается. Давайте я его тоже сниму. Чтобы вы видели. Жилетка. Вот смотри. А со штанами так же можно? Можно можно. Постараемся. Если ты хочешь. Сделаем как-нибудь. Специально для Дениса. Смотри. Как он шьется. Я же сам вот ничего не понимаю. Но я смотрю. Ну вот видите. Это уже соединяет рукава. Я вижу. Да, да, да. Это задний вид. Угу. Потом еще подкладку буду делать. Процедура очень долго. Не так. Вот в день здесь 6-7 человек работает. Максимум 5 или 6 полуточка может. Угу. Так что нету такого. Сразу сделано в день. Можем поснимать? Нам немножко угощают чаем. Да. Да. Сейчас чаем. Такой процесс закадровый засняли. Время? Да. Сахар? Да. Будет? Красавчик. Да. Сейчас покажу. А сколько такая будет стоить? Такая буквально 250 или 270. Я сам не знаю. Потому что я должен... Рассчитать дальше? Рассчитать. Кожа, мех, сколько. Ага. Ну, это чисто с зимы. Потому что... Надо в зеркало посмотреть. Да. Это здесь овчина, да? Это овчина, да. Натуральная овчина. Вкусили, что тебя туда улыб. Понятно. Когда ты с ним уже тебя тоже выпьем. В общем, мы зашли в гости и нам угостили апельсиновый чай, но горячий, да, получается. Очень интересно. Ну, как раз то, что продают на рынках кемера, ну, везде-везде. Только вкусно. Только горячий. А мы всегда... А мы всегда заваривали его холодным, а горячим очень вкусно. Необычно. Обязательно попробуйте. Всё, заставили Настю этот мерить всё-таки. Слезаем на глазах. Ну, она классно. Мне понравилось. Классно. Мне нравится. Отлично. Цвет вообще суперский на камеру. Смотрите, тут Денис, командир стола, сидит. Уже это отлично. Сейчас посчитаем. Так. Сколько мы вам должны? Так. Вы нам должны много. Смотри. Ага. Семьдесят четвёртый размер. Если захотите, ещё больше можете сделать. Ещё больше. Есть лекалы, до 80 есть. Ну, да. В этом году размеры не будут держать нас. В этом году у нас очень большой минус вот. Человек приходит, хочет покупать, а реально мы не могли, потому что размеров нет, лекалы нет. Только под заказ. В этом году мне новые лекалы вытаскивали, чтобы не было так. Человек пришёл, и мы сказали, нам тоже неудобно сказать, нет вообще размеров. В этом году такого не будет. Любой размер на готов наличие будет. И ждать не надо будет. Раньше мы так приняли, типа давай мы заказим 2-3 дня подождите. В этом году человек пришёл, наличие, да. Конечно, померил, забрал всё. Не будет такого подойдёт, не подойдёт. Таких вопросов не будет. Всё, спасибо вам. Всё, идите отсюда. Всё. Всё.